Здравствуйте! Беременец двойни, завышенные НК клетки, до какого срока колоть октагамму? Вопрос не заключается двойни или не двойни. Вопрос заключается в том, в том, в каком контексте эти клетки у вас обнаруживаются. И если клетки обнаруживаются в контексте, просто что вот были завышенные НК клетки, то тогда важно проколоть одну серию капельниц, но в достаточной дозировке, там, допустим, 10 грамм, как мы обычно, капаем иммуноглобулинов сразу по факту наступления беременности, то есть при первом положительном тесте на беременность. И зачем это нужно? То есть это нужно для того, чтобы сгладить вот эту реакцию, первую реакцию на НК клетки. А дальше посмотрите, что происходит на ранних сроках беременности, когда происходит имплантация. На клетках самих ворсинок, которые формируются, никаких антигенов тканевой совместимости нет. Они чистенькие, то есть они такие нейтральные, так чтобы их не заметили и против них была минимальная атака. Зато есть рабочие такие вооруженные силы, понимаете, легионы клеток, которые посылают трофобласт. Это называется клетки экстравелезного, то есть вне ворсинчатого трофобласта, который, собственно говоря, и завоевывает свой плацдарм для того, чтобы плацента развивалась правильно. Вот на этих клетках есть определенные молекулы, специфические для клеток трофобласта. То есть это молекулы HLA-C. Это единство классический антиген тканевой совместимости, который есть на этом экстравелезном трофобласте. И это могут быть, то есть наполовину это могут быть чужие молекулы, то есть те, которые ребенок получил от отца. Дальше там выставляется специфический, специфический совершенно для беременности HLA-G, который лучше всего изучен, лучше всех вот из этих неклассических антигенов тканевой совместимости. HLA-E и HLA-F. То есть вот эти вот четыре, по крайней мере четыре, вот три неклассических, один классический антиген, они выброшены на поверхность на поверхность трофобласта экстравелезного. То есть это клеточки, которые завоевывают плацдарм внутри материнского организма, чтобы ребенок выжил вот эти 9 месяцев, это клетки, условно говоря, квартерьеры. Так вот эти молекулы являются легандами для рецепторов на поверхности клеток киллеров матки, вот этих как раз НК клеток, то есть U-NK клеток, то есть U-NK клеток, U- это клетки матки, NK natural killers, естественные клетки киллера, которые являются главной субпопуляцией клеток внутри слизистой оболочки матки. И как только клетка киллер соединяется вот с этими легандами на поверхности клеток трофобласта, она перестает быть клетком киллером, то есть выключается полностью киллерная активность и эти клетки становятся сотрудниками, то есть произошло узнавание свой-чужой, условно говоря, то есть беременность признана своей, что это беременность пришедшая, а не какой-то агрессивный паразит, который пытается поселиться в полости матки или там какой-то непонятный трансплантат, который туда каким-то образом был закинут для того, чтобы проявлять себе какие-то агрессивные качества внутри полости матки. То есть узнается, что это беременность, киллерная активность выключается и начинается продукция уже совершенно другого спектра цитокинов, то есть это из группы трансформирующего фактора роста бета, который наоборот обеспечивает помощь и поддержку этим клеткам для того, чтобы они нормально там существовали, для того, чтобы они захватывали свой плацдарм, для того, чтобы из цитотрофобласта превращался в синцитетрофобласт и так далее, и так далее, и так далее. То есть огромное количество этих процессов, оно связано с тем, что здесь полезную роль выполняет вот эти как бы страшные клетки киллера. И тогда получается, что мы должны закрыть вот эти первые несколько недель, когда эмбриончик еще слишком слабенький, ему очень тяжело и случайная какая-то агрессия каким-нибудь там, понимаете, взводом случайно залетевших каких-то командос, которые не понимают вообще просто, что им делать, и они там просто рубят все направо и налево, что вот это все, оно даст вот эти все вот, то есть что случайная какая-то команда, какой-то взвод этих клетокиллеров может уничтожить слабенький зародыш. После того, как распознавание произошло и уже инвазия трофобласта пошла более масштабно, уже какие-то локальные стычки с этими клетками, они будут менее значимы и уже дальше подкалывать эти иммуноглобулины в принципе не нужно. И поэтому, если неважно беременность это двойня или это одноплодная беременность, вот если ситуация такая совсем простая, то мы тогда это снимаем и не капаем. Другое дело, если у вас эта беременность двойней наступила при повышенной активности клетокиллеров и есть так называемый ИЧИ-грик, реструктивный гаплотип у матери и неудачной беременности мальчиками в прошлом. Вот тогда, если возник, если есть дополнительный фактор вторичного невынашивания беременности, тогда мы все-таки колем эти иммуноглобулины где-то до срока 20 дней беременности примерно. Опять-таки в адекватной дозе. Либо, если есть конфликт, про который я вам говорил, который очень тяжело воспринимается на слух, и про который абсолютно почему-то не знают наши врачи, акушерогинекологи в большинстве своем, это конфликт вот по группам c1-c2, потому что если бы они знали, то они всем бы назначали анализ, всем супругам назначался бы анализ при невынашивании на HLA первого класса. А так приносит пациентка анализ на HLA первого класса, они смотрят и говорят, что это такое вообще, откуда вы все это взяли? А, Гузов, это Гузов вообще, мы сейчас этого Гузова, мы ему не верим. Как не верить? Ну не верим и все. Да вот же написано там, но мы не верим Гузову, потому что вот мы просто не верим Гузову, не нравится он нам, и ничего мы такого не назначаем, и для нас это все не имеет никакого значения, потому что и получается, ты там ищешь эту всю литературу, разрабатываешь эти все методики, объясняешь, почему все это нужно, а получаешь вот такую реакцию, что просто вот, ну не верим и все. В частности, пациентка из города Волгограда такой написал, вот. И что я могу сказать на это все? Что вот есть еще конфликт вот этой системе c1-c2, если его понять, то тогда становится понятно, что если есть конфликт по системе c1-c2, лучше тогда прокапать иммуноглобулины еще и 8 недель беременности, в 12 недель беременности, для того, чтобы все-таки плацдарм был захвачен правильно плодом, и мы в 12 недель беременности убедились в том, что хорошие показатели по скринингу на имплантацию, что нормальные показатели имплантации и нормальные показатели плацентации мы видим по вот этому скринингу. Вот, вот, пожалуй, то, что я хотел сказать по этому вопросу, и поэтому здесь вот в отрыве от, то есть когда мы смотрим по формальному признаку плодности, говорить о том, капать или не капать моноглобулины, ну, здесь очень-очень тяжело. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok